Всем привет, меня зовут Виктор, и сегодня мы с вами поговорим на тему TableView. TableView представляет собой набор контента, способного скроллиться и разбитого на набор ячеек. Все ячейки находятся друг по другом, то есть они выстроены в одну колонку. Каждая ячейка содержит некую единицу контента вашего приложения. TableView используется практически в каждом приложении в iOS. Из нативных можно выделить, например, такие приложения, как Messages, Contacts и Settings. Например, в приложении Messages отображаются данные о каждом диалоге в отдельной ячейке. Приложение Contacts отображает отдельные ячейки для каждого из контактов. А приложение Settings отображает доступные группы настроек. Вы можете сконфигурировать TableView таким образом, чтобы отображать контент единым длинным списком ячеек. Как это, например, в приложении Messages. Либо вы можете группировать ячейки по какому-либо принципу в секции, чтобы упростить навигацию и восприятие пользователем интерфейса. Как это сделано, например, в приложениях Contacts и Settings. TableView имеет два стиля отображения. Это стиль Plain и Grouped. Давайте рассмотрим их. Итак, Plain стиль. Ячейки могут идти как обычным единым списком, так и быть разделенными на некоторые секции. Вы можете добавлять для каждой секции Header и Footer. Header может отображаться перед первым элементом, а Footer после последнего. Если мы добавляем Header, то при скроллинге он всегда крепится кверху TableView, пока секция, к которой принадлежит данный Header, не закончится. То есть на экране мы всегда видим заголовок секции, с которой сейчас работаем. Можете, например, посмотреть, как это выглядит на практике в нативном приложении Contacts. Это у нас был Plain Style. Group Style. Ячейки здесь у нас всегда разделены на группы, которым предшествуют Header и Footer. При данном стиле таблица всегда содержит хотя бы одну группу, и каждая группа содержит хотя бы одну ячейку. И здесь Header всегда скроллится вместе с контентом, в отличие от того, как это происходит в Plain Style. Пример такой таблицы можно наблюдать в приложении Serings. Таблицы обычно используются в приложениях, в которых данные имеют иерархичную структуру. Такие приложения обычно используют TableView в связке с NavigationView контроллером. Таким образом мы получаем простую навигацию между разными уровнями иерархии. Опять же, такой подход можно наблюдать в нативном приложении Serings. Как уже говорилось ранее, контент в TableView отображается на ячейках. Ячейки в таблицах относятся к классу UI TableView Cell, который вы можете субклассировать для определения своего уникального внешнего вида и поведения. Однако UIKit предоставляет несколько стандартных конфигураций, в рамках которых вы можете отображать текст и изображение. Есть 4 дефонных конфигурации. Это Basic, Subtitle, RightDetail и LeftDetail. Давайте рассмотрим их по порядку. Как это выглядит? Basic Style. На такой ячейке слева у нас отображается опциональное изображение, за которым следует Title, который выровнен по левому краю. Для установки такого стиля необходимо при инициализации ячейки задать стиль UI TableView Cell Style Default. Subtitle Style. При данном стиле у нас также слева имеется опциональное изображение. Далее мы имеем Title, выровненный по левому краю на одной строке. И на второй строке Subtitle, также выровненный по левому краю. Данный стиль хорошо использовать, когда, например, ячейки у нас имеют одинаковый вид. И с помощью Subtitle мы их можем отличать друг от друга. Используем UI TableView Cell Style Subtitle Константу для установки данного стиля для ячейки. Следующий стиль это Right Detail. Здесь мы имеем Title, выровненный по левому краю. И Subtitle, выровненный по правому краю, который находится на той же строке, что и Title. Для установки данного стиля используем константу UI TableView Cell Style Value 1. И последний стиль это Left Detail. При данном стиле мы имеем Title, выровненный по правому краю, за которым следует Subtitle, выровненный по левому краю и находящийся на той же линии. Для установки данного стиля используем константу UI TableView Cell Style Value 2. Итак, как же добавить TableView на ваш интерфейс? Для начала мы должны определить property в нашем контроллере с типом UI TableView. Далее, во ViewDidLoad мы должны сделать следующее. Проинициализировать TableView. Зарегистрировать ячейку. Немного позже расскажу, зачем это нужно. При регистрации ячейки нам необходимо указать класс ячейки. И идентификатор, по которому мы регистрируем данный класс ячейки. Далее добавляем TableView как SubView на рутовую вьюху, либо на другую вьюху, зависит от вашего дизайна. И добавляем констраенты, если это необходимо. Для того, чтобы TableView отобразила какие-то данные, нам необходимо предоставить их через так называемый DataSource объект. Это объект, который конформит протокол UI TableView DataSource. DataSource не только предоставляет данные для отображения, но и управляет моделью данных, когда в TableView добавляются новые ячейки, удаляются или изменяют свой порядок уже существующие ячейки. В нашем случае роль DataSource будет выполнять контроллер, однако в качестве DataSource может выступать и другой объект. Также для настройки внешнего вида, поведения и отслеживания событий в TableView необходимо назначить делегата, который конформит протокол UI TableView Delegate. В нашем случае это также будет контроллер. Итак, на этом шаге мы просто указываем то, что наш вью-контроллер конформит два протокола. UI TableView DataSource и UI TableView Delegate. Окей, дальше. Дальше необходимо реализовать обязательные методы, чтобы конформить протоколы UI TableView DataSource и UI TableView Delegate. UI TableView DataSource содержит множество методов, однако обязательных для реализации только два. TableView NumberOfRowsInSection и TableViewSelfRowedInExpress. Итак, что это за методы? TableView NumberOfRowsInSection возвращает количество ячеек, находящихся в одной секции. Все просто. В нашем случае это 10. Обычно в данном методе ссылаются на какой-то массив с данными, берут его длину и указывают здесь. Но мы просто используем обычное число. Окей. Что же за метод TableViewSelfRowedInExPath? Он вызывается каждый раз, когда TableView необходимо сконфигурировать новую ячейку. Итак, какая же у нас здесь реализация? Мы получаем ячейку, вызывая метод TableView DequeueReusableCellWithIdentifierForInExPath. Такой интересный метод. Почему не alloc и need, можно спросить. Все просто. TableView использует некоторые оптимизации. Он использует механизм реюза или переиспользования ячеек. Что это значит? Когда вы скролите таблицу, например, у вас там тысячи элементов, у вас не создается на самом деле тысяча ячеек. У вас создается изначально количество ячеек, которое помещается на экран, плюс ячейка, дополнительная ячейка сверху и дополнительная ячейка снизу. И позже при скроллинге TableView не создает новые ячейки. Он берет уже готовые, уже созданные ячейки и просто переконфигурирует их. То есть те ячейки, которые были созданы изначально, попадают в пул переиспользуемых ячеек и используются TableView в дальнейшем. Именно поэтому мы здесь вызываем не TableView, не Allocanit, а вызываем TableView Decure Usable Cell with Identifier for Index Path. То есть мы говорим TableView, отдай нам ячейку для переиспользования по такому-то идентификатору. Если вы помните, на степе 2 мы регистрировали класс для ячейки для конкретного идентификатора. Идентификатор здесь используется, чтобы в Cell for Wrote Index Path мы могли получить по этому идентификатору ячейку конкретного типа, который мы зарегистрировали. И как раз таки, когда мы зарегистрировали ячейку, мы сказали TableView, какого типа ячейку создавать для такого-то идентификатора. И при вызове метода DecureUsableCell with Identifier for Index Path мы в случае, если еще не были созданы ячейки, создаем ячейки с таким идентификатором. Далее, после того, как мы получили экземпляр ячейки, мы устанавливаем ей какое-то значение, конфигурируем ее, в нашем случае мы устанавливаем в TextLabel какой-то текст. Это текст, который соответствует индексу текущей ячейки. И возвращаем ячейку. Еще, я думаю, здесь можно сказать, что такое Index Path. Index Path — это класс, который содержит в себе два полезных нам поля. Это номер секции и номер строки в данной секции. Так как мы в TableView можем работать с секциями и со строками, то есть с ячейками, для нас это очень полезно и удобно навигироваться по данным. Окей. В протоколе UI TableView Delegate все методы опциональны для их реализации, поэтому сейчас реализовывать их не обязательно. Это уже специфика вашего проекта. О каких методах TableView Delegate мы поговорим немного позже. Какие можно реализовывать. Окей. Поехали дальше. И далее в конце метода ViewDeload мы должны засайнить текущий ViewController или другой объект, который конформирует протоколы UI TableView DataSource и UI TableView Delegate в качестве DataSource и Delegata для нашей TableView. DataSource и Delegate не обязательно один и тот же объект. Они могут быть разными. Вы можете использовать вместо UI TableView UI TableView контроллер. Это в каком-то плане упростит вам жизнь, так как UI TableView контроллер уже конформит нужные протоколы, уже назначил делегатов и DataSource, и уже выполняет какие-то дефолтные операции в обязательных методах. Однако TableView контроллер, как правило, может содержать только TableView, в то время, когда вы добавляете TableView на какой-то свой контроллер, вы можете более гибко настраивать свой интерфейс. Поэтому все зависит от конкретной ситуации. UI TableView контроллер менее кастомизируемый, но уменьшает количество кода, которое необходимо написать для настройки TableView. Использование обычного TableView на каком-то своем контроллере позволяет вам более гибко это все настраивать, но вам придется написать код для настройки TableView вручную. Ок. TableView Delegate. Чем он может быть нам полезен? Это кастомизация подображения, TableView, ячеек, это управление выбором ячеек, это модификация хедеров и футеров для конкретных секций в TableView, это включение, настройка режимов редактирования в TableView и так далее. На самом деле TableView Delegate предоставляет огромнейшее количество методов, которые наверняка невозможно все запомнить. И если вас интересует полный список, вы можете перейти в документацию Apple в раздел UI TableView Delegate, чтобы посмотреть полный список API, которые предоставляет данный протокол. мы поговорим о нескольких методах, которые, наверное, чаще всего используются. Итак, Display Customizations. TableView может иметь разную высоту для каждой ячейки, в зависимости от того, какую вы укажете. Чтобы указать конкретную высоту для ячейки по конкретному индекс-пэсу, мы можем реализовать метод TableView HighForoutIndexPath, где мы возвращаем конкретное число, которое будет являться высотой. И в данном случае TableView при конфигурации ячейки для конкретного индекса будет использовать данное значение. Либо TableView умеет автоматически высчитывать высоту ячеек, базируясь на контенте этих ячеек. Что для этого нужно? Вам нужно в этом методе вместо конкретного числа вернуть значение UI TableView Automatic Dimension. В этом случае TableView будет рассчитывать высоту ячейки на основании высоты контента, который в ней расположен. Но это не заработает просто так. Вам необходимо при создании своей ячейки, при создании своего класса ячейки, если хотите, с помощью автолейалта привязать ваш контент к границам ячейки. И на основании этого TableView будет получать размер. Метод TableView Estimated High for Row at NXPath. Что это за метод? Это метод, который возвращает высоту ячейки, дефолтную высоту ячейки, которая будет использовать TableView при автоматическом расчете высоты ячеек. Почему это нужно? Ведь у нас и так TableView будет уже считать автоматическую высоту. Это нужно для оптимизации. Рассчитывать высоту ячейки, учитывая лоялт вашего контента, это довольно-таки затратная операция. И если у вас там миллионы ячеек, и вам нужно... Вы это быстро скролите. Все это будет подтормаживать. TableView будет рассчитывать постоянно эту высоту. Чтобы этого не происходило, мы можем указать дефолтную высоту, которую TableView будет использовать изначально перед автоматическим расчетом высоты, тем самым повысив перформанс. Если вы быстро скролите, то у вас не будет автоматически рассчитываться данная высота, а будет использоваться значение, которое вы возвращаете из данного метода. Окей, поехали дальше. TableView может уведомлять своего делегата о том, что вы собираетесь выбрать какую-то ячейку, либо пользователь собирается выбрать какую-то ячейку, либо пользователь уже выбрал какую-то ячейку. Это методы TableView will select wrote in xPass, и TableView did select wrote in xPass. Чаще всего используется второй метод. В данном методе мы обычно конфигурируем новый контроллер. Когда пользователь нажал на ячейку, мы хотим перебросить его на новый контроллер. В данном методе мы конфигурируем данный новый контроллер и пушим его в NavigationStack. Либо презентим. Не важно, зависит от вашего приложения. Итак, методы для редактирования хедера и футера. Как я сказал, в секции может быть какой-то кастомный хедер и футер. И чтобы определить данный кастомный хедер и футер, мы должны использовать методы TableViewViewForHeaderInsection и TableViewViewForFooterInsection. Отсюда мы просто возвращаем экземпляры view, которые будут отображаться в качестве хедера и футера соответственно. Редактирование ячеек или строк в TableView. Вы можете включать режим редактирования для TableView для того, чтобы добавить какие-либо новые ячейки, удалить ячейки, переместить ячейки и так далее. Чтобы сделать режим доступным, необходимо реализовать метод TableViewCanEditRoadInExpress, вернуть сюда Yes. И для того, чтобы определить стиль, который будет использовать TableView для редактирования, необходимо вернуть конкретный стиль из метода TableViewEditInStyleForHeadInExpress. Вы, я думаю, часто видели в iOS-приложениях в списках так называемые свайп-экшены. Например, это удаление по свайпу справа налево, либо какие-то свайпы слева направо. Это уже определяет свои действия. Это можно увидеть, например, в приложении Mail в iOS. Там определены как жесты слева направо, так и справа налево. И заданы свои экшены. Чтобы вернуть, чтобы определить такие экшены, необходимо реализовать методы TableViewLeadInStyleForHeadInStyleForHeadInExpress и TableViewTrailInStyleForHeadInStyleForHeadInStyleForHeadInExpress. Отсюда возвращаем конфигурацию со списком экшенов. И это работает. Ок. Какие же методы предоставляет TableView для того, чтобы обновлять себя? Первый метод это ReloadData. Это самый простой способ обновить TableView. Он просто перезагружает полностью контент в TableView с нуля. Однако, если у вас большая таблица, сложный контент, сложный ли я вот на ячейках, то это не самый лучший способ обновить TableView. Но, однако, о нем стоит знать. Какие же еще есть способы? Методы InsertSectionsWithRowAnimation позволяет вам вставить секции под конкретным индексом, еще используя даже анимации. Методы DeleteSectionsWithRowAnimation удаляет целую секцию из таблицы. ReloadSectionsWithRowAnimation позволяет обновить конкретную секцию по индексам без перезагрузки полной таблицы. И MoveSectionToSection позволяет перемещать секции, менять их положение в таблице. Такие же методы для ячеек. InsertRowsAtIndexPassWithRowAnimation DeleteRowsAtIndexPassWithRowAnimation ReloadRowsAtIndexPassWithRowAnimation и MoveRowAnimation и MoveRowAnindexPassWithRowAnimation и MoveRowAnimation Также используем данные методы для того, чтобы добавлять, удалять, перезагружать или менять положение ячеек в таблице без полной перезагрузки таблицы. Это будет происходить анимировано, красиво для пользователя и не с такими большими затратами, как это могло бы быть StableView ReloadDate. Есть метод PerformBatchUpdates WithCompletion Этот метод используется для того, чтобы объединять действия, о которых мы говорили до этого в одну транзакцию. То есть это будет выполнено одновременно с одновременной анимацией. Мы можем сюда ставить код, например, добавление, ячейки удаления, изменение их позиций. Все это будет происходить одновременно и также с анимациями и красиво. Итак, давайте посмотрим на демо, на то, что можно сделать в StableView, как его добавить в приложение и так далее. Мы с вами напишем простенькое приложение для шоппинг-листа. Я уже определил некоторый код, который добавляет нам в Navigation Bar пару кнопок. Определил фейковый Data Source. Якобы у нас уже есть какой-то список покупок. и для конкретного айтема в списке я определил класс, который содержит title этого айтема и отметку о том, выполнен ли этот айтем или нет. Ну и также небольшие настройки View. Ну опять же, в данном методе мы просто определяем кнопки для Navigation Bar. Итак, давайте добавим TableView. У нас его еще нет. Поделяем свойства. Окей. В методе SetupView. Давайте пронизируем его. Добавим в качестве SubView и зададим Constraint. Субтитры Давайте посмотрим, как это выглядит. Окей. У нас уже появился список. Он пустой, еще ничего не отображается. Для того, чтобы что-то на нем отображать, нам необходимо сказать, что данный ViewController будет у нас с Delegat и DataSource. Чтобы это ему сказать, необходимо сначала, чтобы данный контроллер конформил два протокола. UI TableView Delegate и UI TableView DataSource. Окей. И назначим в качестве Delegata и DataSource данный контроллер. OK. Xcode нам подсказывает, что мы не конформим протокол UI TableView DataSource. Все это потому, что мы не реализовали два обязательных метода. Это Number of rows in section. Будем возвращать отсюда длину массива нашего DataSource. и второй обязательный метод self-route index.pass. Здесь мы должны получить ячейку из TableView из пола ревизабельных ячеек. По конкретному идентификатору. пока что будем использовать давайте дефолтную дефолтной стиле ячейки. чтобы получить title нашего item обращаемся к нему по индексу и берем свойства title и возвращаем ячейку. Сейчас мы скорее всего упадем. Да, мы упали, потому что необходимо зарегистрировать ячейку. Мы этого не сделали. Давайте здесь в setup views зарегистрируем ячейку для TableView. Используя наш идентификатор с LID. Попробуем сейчас. Отлично. У нас уже отображается список с title окей. Давайте наверное создадим какую-то кастомную ячейку где определим также title и какой-нибудь какой-нибудь вьюхой будем помечать ячейку которая уже была выполнена пользователем. окей. Когда мы регистрируем ячейку и берем ее через метод Dequeu ReusableCell и так далее у нас вызывается если ячейка все еще не создана у нас вызывается метод инициализатор NeedWishStyle давайте переопределем его чтобы стартануть настройку UI открываю Настроим наш UI для начала в экстеншене, создадим парочку пропертей, это будет лейбл для нашего тайтла. И UI view для того, чтобы показывать на UI, что да, на этом уже выполнен. В случае того, если мы будем это показывать. Окей. Давайте проинциализируем нашу view. Зададим ему какой-нибудь цвет. Зеленый. Окей. Добавим как subview. Добавим constraints. Принтон. 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 И определим Constraint ширины. Пусть это будет 5 поинтов. И сейчас давайте то же самое сделаем с Layway. Добавляем. 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 И выравниваем ее по центру относительно высоты. Чтобы использовать данную ячейку, давайте ее зарегистрируем вместо дефолтной. И давайте, наверное, еще добавим в ячейку метод для конфигурации ячейки. Не будем устанавливать и контент прямо из контроллера, просто будем вызывать метод. Итак, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Будем скрывать вьюху индикации завершенности в случае, если наш item еще не завершен. Окей. И из контроллера давайте вызовем метод конфигурации. Будем передавать туда, а это мы из дата-сорса, полученного по индексу. Смотрим, проверяем. Визуально сейчас ничего не изменилось. Давайте. Наверное, пока что юху индикации не будем скрывать, посмотрим. Да, видите, она отображается, значит, это наша ячейка. Окей. Что мы хотим сейчас сделать? Давайте, наверное, по нажатию на плюс. И после того, как мы введем сюда какой-то текст, будем добавлять его в конец списка. Хендлер добавления у меня уже есть в методе show addItemAlert. Точнее, обработка кнопки да, у меня есть, а добавление мы сейчас с вами напишем. Итак, давайте напишем метод. Какой-нибудь addItem, который будет принимать строковое значение. Добавляем в дата-сорс-обжект. Будем создавать здесь новый shoppingItem. и инициализировать его этим строковым значением. Рассчитаем индекс PS, по которому мы будем добавлять. Индекс строки будет равняться длине нашего дата-сорса, минус один. И номер секции нулевой, так как у нас только одна секция. И у tableView вызываем метод insertRowSetIndexPath. Передаем сюда массив наших индекс-пэйсов. У нас там только один. и давайте какую-нибудь анимацию, например, такую зададим. Окей. И внутри обработчика кнопки done на версию будем вызывать данный метод. нажимаем плюс, вводим в те-либо значения, да. Вот, у нас добавился в конец списка новый элемент. И снова добавился. Окей. Давайте, наверное, напишем сейчас реализуем методы делегата для того, чтобы добавить swipeAction. Итак, какие методы нам нужно реализовать? Для того, чтобы добавить action по swipeу слева направо, мы реализуем метод tableView leading swipeActions configuration forward and expense. Окей. Акшены у нас там относятся к типу UI contextualAction. То есть он будет у нас checkAction. Создаем экземпляр. Style у нас будет normal. Title будет check. И в хендлере, в блоке, напишем нашу логику. По swipeу слева направо мы будем отмечать наш item как выполненный. Поэтому в дата-сорсе по индексу ячейки, на которой мы делаем этот свайп, свойство completed переводим в противоположное. Если сейчас у нас, например, item не выполнен, мы сделали свайп, он снова выполнен. Если мы сделали повторный свайп, он снова не выполнен. Окей. Давайте в tableView вызовем reload rows at index passes. Передадим туда опять массив индексов с какой-нибудь анимацией automatic, например. И в таких хендлеров мы должны вызвать completionHandler, передать туда yes, чтобы сказать в системе, что действие было выполнено и закончено. Давайте установим для этого check-action цвет. Пусть он будет таким же, как индикация на ячейке. И возвращаем нашу конфигурацию. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Как видите, наш индикатор появляется и прячется туда, когда нужно. Однако у нас какая-то странная анимация. Это связано с тем, что мы релоадим ячейку. Ячейку — это валидный вариант, но давайте сделаем немного красивее. Будем ее не релоадить, а будем получать ячейку из tableView по индексу. И уже у самого экземпляра просто вызовем повторную конфигурацию контента. Передадим туда обновленные данные. Так у нас ячейка будет вести себя правильнее. Окей. Давайте по свайпу справа налево будем удалять item. Для этого давайте реализуем метод TableView, Trade and Swipe Actions, Configuration for Out and Next Pass. Окей. Опять же создаем Action. Style у нас будет Destructive. Это покрасит background нашего action в красный цвет. Назовем Action Delete. Hit и в хендлере будем удалять сначала из дата сорса наш item. И далее удалять уже из таблицы. Важно сначала обновлять дата сорса, позже обновлять таблицу. Иначе вы, скорее всего, получите крэш. Иначе вы получите крэш. Проверяем. Отлично. Окей. Мне кажется, что у нас высота ячейок немного маловато. Давайте реализуем метод и вернем отсюда какое-нибудь значение, например, 80. Почему нет? Высота должна увеличиться. Да. Окей. Теперь я хочу еще реализовать перемещение айтемов в нашем списке. Что для этого нужно? Во-первых, перевести по нажатию на кнопку Edit TableView в режим редактирования и, во-вторых, реализовать метод, который будет перемещать элемент сначала в нашем бета-сорте, а позже, после этого, в самой таблице. Итак, как же перевести TableView в режим редактирования? У меня здесь есть хендлер нажатия на кнопку Edit. Нам необходимо написать TableView Editing и перевести его в состоянии Yes. Однако я еще хочу, чтобы повторное нажатие на кнопку Edit выключало режим редактирования, поэтому я сделаю так. Просто переключаю Property Editing в противоположное положение. Смотрим. Скорее всего, еще вот у нас появились здесь кружки для удаления. Не знаю, как это назвать, индикаторы. Я не хочу, чтобы они отображались, поэтому давайте изменим Edit and Style. Реализуем метод AbleView Edit and Style Forwarding Express и возвращаем сюда Edit and Style Now. В этом случае эта индикация не будет появляться, но и у нас сейчас вообще ничего не меняется. Все потому, что у нас не реализован метод Move Row Move Row At Index Pass To Index Pass Окей. Что нам нужно сделать? Сначала переместить Item в Data Source и позже переместить его в TableView. Давайте это сделаем. Дальше переместим. Переместили его в Data Source и сейчас вот мы метод TableView Move Row Index Pass Куда переберем исходный Index Pass и Destination Index Pass Окей. Посмотрим. Включаем Edit Mode Перемещаем. Все перемещается. Выключаем. Удаляется. Окей. Если вы видите, когда я нажимаю на ячейку, у меня включается подсветка и не выключается. Чтобы это исправить, давайте реализуем метод DidSelectRow At Index Pass NewTableView NewTableView вызываем метод Deselect Road Index Pass Сюда передаем Index Pass Ну и пусть это будет с анимацией. Обычно в методе DidSelectRow At Index Pass как я уже говорил конфигурируется переход к следующему контроллеру при нажатии. Все, пожалуйста, выделение пропадает. Отлично. Ну и наверное это все, что я хотел показать вам по реализации TableView основные операции полезные материалы для чтения документация Apple по UI TableView и UI TableView контроллеру. И если у вас остались еще какие-то вопросы пожалуйста пишите в Discord мы будем на них отвечать. Всем спасибо. Всем пока.